Добрый день! Меня зовут Михаил Бенционович Каплан. Я уроженец нашего родного города Бреста. Уж не знаю в каком колене, но очень и очень давно. Все мои предки родились в этом городе. Мама, естественно, тоже родилась в этом городе. Она 1910 года рождения. Папа 1908 года рождения. Мама жила до войны в центре города, на улице Домбровскегу. А осец проживал на Граевке, в районе нынешнего моста через железную дорогу. Автомобильного моста. Но дом потом во время войны был разрушен. И память о нем не осталась. Дедушка, мамин отец, Моисей Лихтенберг. Тоже уроженец Бреста. У него была большая семья, отец и много детей. Я, например, знаю человек семь из его семьи. Братьев, братьев, сестер. Все они разъехались по свету. Основная часть была в России жила. Потому что после Первой империалистической войны их отправили, эвакуировали из Бреста. Тогда насильно и вывезли в Смоленскую ныне область. И они проживали в районе Вязьмы, в самой Вязьме. И недалеко от этого города. Мой дед, Моисей Лихтенберг, он очень любил город. Его тянуло, насколько было возможно, вернуться назад в Брест. Но в то время, в 21-й год, Брест уже стал поиском города. И для того, чтобы проехать к месту своей дислокации, им с бабушкой пришлось так называемым красть границу. То есть тайком переезжать через границу. И мама вспоминала, что когда они переезжали через границу в 21-м году, ей было тогда 11 лет, а сестеринка была там совсем маленькая, лет 7 или 8, они были жутко голодные, и нечего было есть. Но у бабушки, у моей, у ее мамы, были в халате зашиты какие-то там монеты царские, золотые. И когда они приехали в столбцы, и между столбцами и Негорелым проходила граница. И вот надо было каким-то образом проехать. Они наняли каких-то грузчиков, эти извозчики были евреи, очень набожные, с длинными бородами. И бабушка им сказала, я вам дам, вы только, пожалуйста, перевезите нас через границу. Хорошо, на этом договорились. они сели на эти повозки и поехали. Когда приехали на границу, вместо того, чтобы попасть на границу, грузчики завернули и завезли их вместо на ЧК. В ЧК их сразу задержали, и продержали сутки примерно. И как мама не пыталась, бабушка не пыталась, что нужно детей накормить, этот начальник, значит, ЧК положил револьвер на стол, он был в черной кожанке. Вот. Вы такие, значит, вы враги, и мы с вами тут сейчас разберемся. бабушка попросила нуждаться. Зачем вам нуждаться? Ну, мне нужно. Дал нуждаться. У нас, в которой она была, срезала пару куговиц и дает этому чекисту. Что вы? Он говорит, не волнуйтесь, вы откроете, все будет хорошо. И тут же чекист резко переменился. Он стал очень замечательным человеком. Он стал говорить, что заедьте, пожалуйста, в Барановичи и передайте привет моей тете. И так далее. Одним словом, он их отпускает. И им уже нужно не в повозке, а пешком где-то перебегать через эту границу. И вот они подходят к этой границе, но он их предупредил, что смотрите, чтобы никого не было, и быстро-быстро бегом. И они перебежали через эту границу и слышали, что сзади начинают стрелять, выстреливают. Но они благополучно перебежали эту полосу. И дальше они, я уже не помню, каким образом, тоже, по-моему, повозками приехали сюда в Брест. Отец случайно остался жив, впрочем, так же, как и мама. Отец, когда пришла Красная Армия, до того они жили очень бедно, и он жил с того, что он скупал зерно у крестьян и перепродавал. Это в польское время. В польское время, да, скупал бутылки и перепродавал их. И он рассказывал, что хлеб они ели только черный и белую булку он видел только по субботу. Когда мама делала так называемый шаббас, субботу, как еще, он тогда был. Перед войной он устроился в 1940 году на железную дорогу в вагонный участок. У него была видна начальная стадия туперкулеза. И в 1941 году ему дали путевку. Путевку в Друзей Никай. Семья его осталась тут, это жена, ребенок, мать. И он поехал в Друзей Никай, там буквально на две недели по-моему путевку. И там его заставили. и поэтому уже оттуда его как бы мобилизовали. И он попал в так называемые железнодорожные войска, в железнодорожные части. И они всю войну базировались возле Саратова. Есть такой городок Балашов Саратовский. Они обслуживали естественно армией. Базили снаряды, возили военные перевозки раненых и так далее. Вот таким образом папа остался жить. Мама рана осталась без мужа. То есть она вышла замуж, муж заболел, поехал в командировку и постижно скончался. По-моему, в Вильнисе. В польское время. В польское время, да. Это было начало 30-х. заболел отец туберкулезом вот этот Моисея Лихтенберг. И надо было его лечить. И то, что он имел, то состояние, которое он имел, он имел несколько домов, были распроданы и фирма его банкротировала. Оказался банкротом. И все до последней копейки выплатили людям, которые работали сразу после смерти. Это 36-й, 35-й год. Она пошла к женщине, такая Дора была в Бесте, которая шила шляпы женские. Она пошла к ней учиться. Она пришла к ней, училась у нее. Неплохо научилась это все делать. и частым образом продолжала. В 39-м году пришла Красная Армия. И она стала подыскивать другую работу, и она нашла работу в аптеке. Ее взяли провизором. Она получила какие-то курсы, прошла и получила провизорское образование, села работать в аптеке. Аптека это сегодня аптека Угл-Кармышева и Пушкинская. В 40-м году стал покаживать очень часто в аптеке один молодой человек, русский офицер, красноармейский красный офицер. И все время нужно то одно лекарство, то второе, то одно, то второе. А что вы сегодня вечером делаете, а мы можем с вами встретиться и так далее, слово за слово. Одним словом, они познакомились и она вышла за него замуж. ее родители, а его родители не очень были этому рады. Это женитьба. И в то время даже не шла речь о том, что она не еврей, а что полик. родилась девочка, но девочка была, да, родилась в Бресте. И они уже с этой девочкой мама приехала туда, в часть ворозг, в арнизон. Канун начала войны было очень неспокойно. Мамина мама, бабушка моя, оставалась в Бресте. Вот младшая дочка присматривала тут, но решила, что надо помочь с ребенком. Мама просила приедет, помоги, приедет хотя бы на выходные и бабушка собралась и в субботу утром 20-го она села на поезд и приехала туда в Бодьске. И бабушка когда приехала стала говорить, что Геннадий очень в Бресте неспокойно и говорят, что даже немцы в городе есть. Мама, за что вы паникуете, никакой паники не разводите, что вы, нельзя, зачем вы такие вещи говорите, все в порядке, все под контролем. У нас договор с немцами, никто на нас не нападет. утром 22-го, где-то часов 5-6-го проснулась бабушка проснула от звука разрыва снарева, но где-то очень далеко. Она стала прислушиваться, она помнила, и мама помнила, когда в 39-м, когда немцы пришли в сентябре месяце в Брест, тоже и Бомбире, она помнила эти звуки взрывов. И она тихонько подошла к Геннадию, говорю, Геннадий, встань, пожалуйста. Мама, что вы подняли, что вы хотите? Встань. Раким, встань, послушай. Мы послушали. Никакой паники, это тут должно быть у нас какие-то там учения, кто-то там должен стрелять, стрельбы. Я пойду отдыхать. Но отдыхать не пошел, тем не менее одел гимнастерку, одел вилки, сапоги натянул с этими стертыми ногами. Я схожу, посмотрю, а все сильнее и сильнее когда надо приближающимися. Это было где-то часов шесть пол-седьмого, когда он ушел. Вернулся домой где-то часов в одиннадцать, в начале двенадцатого. Маме сказал, «Архив, собирай вещи, бери ребенка, сейчас, через полчаса будет машина, все жен комсоставы, эвакуируют». А что такое, Геннадий, что такое? Война. Приехали, значит, по дороге в пучек бомбили и расстреливали с греющего полета, немцы, с самолетом. И, говорит, первое время мы прыгали с машины, а потом уже устали прыгать, не было сил, машина на ходу. Я, говорит, только старалась телом своим накрыть ребенка, чтобы если попадет, чтобы сразу дали, чтобы не мучиться. И так они ехали до Барановича, потом до Минска на этом же грузовике. А он остался, и он погиб в этот же первый день. Когда они подъехали к Москве, значит, состав окружили войска НКВД, им был приказ никого не выпускать. И их подцепили там другому составу и повезли в Башкирию. И спрашивали, куда нас везут? До конца. Куда до конца? Он подумал, что до Тихого океана. До конца, до урока. И довезли до Башкирии. В Башкирии она, значит, работала в совхозе. Папа вернулся с войсками с такшего 28 июля вошли. В войска 30 июля отец был уже здесь, из Бреста. Опять же, он на железной дороге все было связано с движением. Он участвовал как-то в освобождении? Нет, непосредственно в боях он не участвовал. Он следом за армией мешал. И остались уже тут. Сформировали здесь депол вагонный, вагонный участок, локомотивный депол. войска пошли дальше назад. Мама стала писать в Брест и бабушка стала говорить, там же сестра, там же дети, там у бабушки полно двоюродных, полно фармацевт, чтобы ее в аптеку. А где снова ничего не приходило, она написала Калинину в Москву. Калинин был тогда председатель Верховного Совета СССР. И где-то в сентябре 45-го года пришел ответ от него, что вы направляетесь в распоряжение здравотдела Бреста и можете выезжать в данный сточ. Они рассчитались там с охозными делами и погрузили поезд и ехали через Москву. Я вот даже не знаю, нет, они встретились с сестрой, там, мимоходом и поехали дальше в Брест. Приехав в Брест, не было никого. Они приехали на вокзал на центральный и через пешеходный мост пошли в город. Пошли своему жилью, там, где они жили. Когда они на мосту встретили соседа, которая при их виде стала бледной и рассказывать маме как простыня. Ой, вы живы? Вы живы? Маня, а что случилось с Маней? Ой, вы разве не знаете? Что тут произошло? Но эта Маня испугалась, потому что оказывается вещи из квартиры Лизы все оказались в этой маме. Ее муж работал электриком в Гетке. И когда ликвидировали Геттер, он попросил, чтобы ему разрешили забрать эти вещи в Немзах. Но одним словом, когда мама приехала и пришла к этому дому, дом стоял такой же, как его покидало, когда они жили в Весе. Он не абсолютно ничего. Только кузница деда разбомбила его. Она ходила во дворе в глубине. А дом стоял в север. Она поднялась в квартиру, постучала. Ей открыли женщины две, жены офицеров. И сказали, кто вы такая, мы вас не знаем. Мало ли, что вы тут живете. Идите отсюда. Она говорит, позвольте на нее только переночевать, а девочке в то время ей было пакет. И мы с дороги нужно переночевать. Идите ищите место. У нас нет места. Что делать? Ночевать так где-то надо. Она собрала вещи и они пошли в горосполком. А горосполком в то время, в 45-м году, размещался там, где сейчас коммунхоз на Карла Маркса. Пастухов была фамилия представителя горосполкома. Она пришла к нему и сказала вот такое дело, вот у меня вызов от вас. Мне нужно где-то жить. Моя квартира занята. А этот дом весь до войны принадлежал Боисею Шпиги мотору. Моей бабушке отца. Но его в 39-м году естественно национализировали. Просто вот и заселили. И вот она приходит в Пастухову. Он начинает ой, я где же его возьму, мест нету, нужно где-то искать. Знаете, пойдите к тому, пойдите к тому, она стала ходить к кабинетам, никто ничего, она возвращается к Пастухову. А бабушка говорит так, Рахиль, раздевайся, раздевай ребеночка, надо же помыть ребенка. Вот сейчас мы помоем ребенка и ночевать будем в вашем кабинете. он вызвал начальника коммунальной службы к себе. Говорит, вот эта гражданка, вот она жила там-то и там-то, найди место, чтобы они могли переночевать. Опять горосполком стала просить, чтобы вывели квартиру. Одним словом, дали ордер на квартиру, значит, пришли туда на эту советскую 32, они не ходили уходить к сестре, там две сестры были. Двоем там жили. Двоем, да, все, никого. И я сейчас запомню слова, вы законы Сталина признаете? Да, конечно, ну, да, вот и все. моментально. Тут же приехали мужья, буквально через пару дней забрали и квартира перешла. Это в 45-м году. И квартира стала. Вернули эту квартиру. Вот мама познакомилась с моим отцом. Она его наглядно знала, потому что папа когда-то до войны, ну, как любые подростки играл в футбол, где-то на стадионе на каком-то и она запомнила его по этому стадиону. И стали встречаться. Она хотела познакомить его с какой-то женщиной тоже. А он говорит, а зачем мне знакомиться с женщиной? Давайте познакомиться с собой. И познакомились, поженились. Это был сентябрь 45-го года. В июне 46-го родился сюда. А как узнали они о том, что их семьи погибли? Вот узнали, уже здесь узнали. Они приехали, никого нет. Местные жители рассказывали, про гетто рассказывали, что тут было. Сосед приходил и говорил, о, ваши тут, как я при мне выросал, ваши тут как поленья лежали, штабель расположены. Вот таким языком. И поэтому меня сейчас часто теребят, когда говорят, ваши, а почему мне, коллега меня сказал, а почему ваши не соберут деньги, чтобы поставить памятник, чтобы восстановить это еврейское кладбище? Они такие же ваши, наши, как и ваши. Они были гражданами вашей страны. Я помню вашу квартиру, так называемую темную комнату, где у меня стояла моя кроватка. Людей, которые приходили ко мне, у нас был открытый дом, люди приходили, знакомые, кто, двери не закрывались, гостеприимные, бабушка всегда там пекла, мама пекла, чай, иногда кофе, в магазинах мало что было, практически ничего не было. Помню чуланчик, который был у нас на площадке, там, где заходишь в подъезд, был чуланчик, и мы там такая типа кладовка, держали там всякое старье, всякое усячину. Я очень хорошо помню большой фанерный деревянный ящик, назначение которого я никогда не понимал вначале. Позже я узнал, что шли разговоры о том, что собираются евреи отправлять в Сибирь в Казахстан. Это были сталинские времена, бериевские времена. И папа, работая на железной дороге, он имел информацию, что готовятся вагоны, которые под скот переделывали для вывоза людей. Помню день смерти Сталина, вот четко, очень хорошо помню, что мы сидели по радио, он оставил радиоприемничек, Минск назывался. И было, мы слушали, часто, мы обычно слушали польское радио, там, Варшава, Фьерва, вторая, потому что дома родители говорили по-польски, по-русски, да, на-идиш. В общем, кругом было многоязычие, хотя они, если что-то хотели от меня скрыть, они говорили на-идиш. А тогда, чтобы со мной, так они говорили на-русском, они же с собой иногда не говорили на-польском. Вот, и, значит, перестроились, когда мы знали, что Сталину плохо, перестроились на московское радио, и шли сообщения каждые, по-моему, полчаса, если не 15 минут, состояние Иосифа Сирионича Сталина остается стабильным, все, потом состояние улучшилось, и, наконец, 5 марта, то, что сообщение, даже день, помню, день сообщения о том, что Иосиф все равно скончался, я помню, мамины слезы, и кругом люди плакали, но были такие, которые послинили. Значит, помню очень хорошо, во-первых, нашу мостовую, и летом, особенно, когда окна открыты на улице, то слышишь, цокок копыт по мостовой, булыжниковая, вся мостовая на Советской, она была, да, все улицы были вымощены и такой приятный звук, когда едет телега, и вот эта лошадка стучит по подкованной по этим подковками по камню. Вот. Помню, напротив, женщина продавала газированную воду. Это уличные лоточки, где открывали, наливали, сироп отдельно, потом газ в воду лили, такие детские воспоминания. Помню, как первый раз делали освещение на Советском, то есть там стояли обычные деревянные столбы, очень редко, телеграфные, на которых припили лампу. И вот вдруг смотрю, мы же мальчишки, нам интересно было, посередине, над мостовой тянут провода. Мы подумали, что, о, наверное, в Бресте трамвай. И мы так это радовались, о, скоро нам трамвай построят Брест. А оказывается, просто освещение сделали пацанку. Помню, автобусы старые, ужасно гудящие, такие кабины, такие-то, не советские, по-моему, автобусы были. Помню, машина у нас в дворе, значит, рядом в соседнем доме был гараж райкома, оптима комсомола. и у них, значит, были старые машины трахеевые, в том числе, студобеккер американский, который по ленд-лизу попал сюда к нам. Помню, как я залез в эту машину поиграться, а дядя Коля оставил нам, чтобы мы, значит, Шаполан, даже помню помню, чтобы мы только стояли никого, текое лицо. А я так и скрутил, он бедный, не мог в рейс поехать. Вот, что еще помню? Помню похоронные процессии, которые очень часто шли по-советски. Да, эти процессии, они шли, значит, машина, дальше шли пешочком люди, след за машиной, она шла по-советской, потом по-московской, за перешинское подпище. Вот, это помню, очередь за продуктами, за молоком, за сметаной, огромный, там, где сейчас выставочный зал на Советске, там был молочный магазин, вот туда мы ходили за молоком, с бидончиком, там наливали молочко, вода, сметану, если позже приходили, извините, молочко закончилось, сметана закончилась, приходите завтра. В школу я пошел, моя школа пролегала через этот центр, дорогу в школу, я помню, надо было с собой нести чернильницу, я нес, такие стеклянные, портфель с пеналом, с учебником, и вот, а жили мы, по-советски, здесь, там, где сейчас деды с Перси, он шел сюда, через этот, по Гуголе, на Гуголе были канавы глубокие, пролегали, а все, где на Гуголе, от бульвара нынешнего космонавта, и туда, за стадион, это были все канавы, но были такие мостики, где мы переходили по этим мостикам, вот через этот сквер и я шел в 12-ю школу, после 4-х классов я пошел в 3-ю школу, а 3-я школа была мужская школа, в то время еще было 9-я, мужские были школы, да, но я пошел в тот первый год, когда она уже перестала быть мужской, да, уже смешанная школа, вот, что представлял себя бульвар космонавтов, этого не передать, это была широкая улица, самая широкая в Бресте, и тоже по середине улицы шли канавы, водоносночные, но после дождя там не то, чтобы пройти, там люди плавали натуральным образом, переплыли, вот этот саргар, он снимал там квартиру, и чтобы ему пройти, допустим, от нас, и попасть к себе, ему приходилось, он снимал, извините, в трусах, и плыл туда к себе, чтобы переплыть через эту улицу, в общем, там всегда... там было болото, я очень хорошо помню этот лягушечий постоянный фон, как они, лягушек, вот, бесконечные, а папа мне когда-то рассказывал, что вот вниз с Ленина, по Гуголе, пересекая Ленина вниз, там где стадион, и дальше, там было болото, там был лук, и там простись коровы, и там они играли в футбол. Я помню, как раз 61-й год, и я лежу в больнице на Ленина, вот здесь, и 12 апреля я бегал по радио по Людке Гарина. Вот, помню этот день, и из-за к больнице я смотрел на эти толпы людей, праздничных деток с транспарантами, которые шли на площадь. Никто не звал, сами люди шли. Ну, пошли. Ну, что я еще на старом Бресте на господинке. Помню автобусы, я уже говорил, когда пустили первые ЗИСовские автобусы, ЗИС такой, завод имени Сталин, потом стал заводом имени Лихачева. Помню, выбегали с ребятами, с восторгом встречались, один был с красной полосой, один с синей полосой. И было всего несколько маршрутов в гости, первый, второй, третий, еще какой-то. Первый и второй Енице-2-ка ходили. Енице ходил на Муньку и на Южный. Второй автобус сходил через старый Суворовский мост на Южный. Знаете, где Суворовский мост находится? Вот там, кстати, просто знамена туда. Сейчас сразу разобрали его. Третий маршрут ходил с железнодорожного вокзала на Брест-Восточный. Вот эти маршруты если поговорить о том, что семья ваша была еврейская, то есть как-то из детства вас учили каким-то праздникам, языку? Вы знаете, настолько все было загнано куда-то в подполье, я ничего не знал. То есть я знал, что существует, что есть такие праздники. Вам сказали бабушка мне сказала, бабушка мне сказала, да. Она начала говорить Песах, я первый раз слышал две слова Песа, что-то пасыло. Я первый раз слышал Роша Шана, это Роша Шана, начало года, Новый год еврейский. Я слышал, она говорила Курим, что она родилась на Курим. Курим это весеннее еврейское праздник. У нее не было точной даты записи, но она записывалась на Курим, я сейчас 1 марта, я боюсь соврать, уже не помню даты, но родилась на Курим. Один раз мне удалось побывать на праздновании Пасхи, это было, когда я уже был подростком, я уже был подросток, наверное, мне лет было 12-13, может быть, даже. Один раз, да, и на Пасху евреи пекут мацу, это такие из муки и воды такие пластиночки, видели, наверное, да, и вот эти пластиночки уже в 50-е годы как-то полуподпольно пекли местные евреи, еврейское население, грецкое было ликвидировано, но много евреев приехало из Бобрульска, из Гонеля, из центральной Белоруссии, из восточной Белоруссии, с Украины, то есть евреевское население стало немножечко потихоньку пополняться приезжим, и кто-то из этих приезжих, значит, начал печь эту мацу, и, значит, впервые я эту мацу увидел, вот именно на этом праздновании Пасхи, хотя потом уже по одной маце где-то потихонечку стали приносить домой, чтобы попробовать. Гена, видишь, я понимаю, я научился этому видишь таким образом, когда родители, говоря между собой, что я не знал, я тут же бежал к бабушке, кто сел в сиденью комнату и спрашивал, бабушка, а что это означает, а что это такое? Она мне сразу говорила, что это такое. Переводила. Да, переводила. Вы знаете, ведь дети, они впитывают очень. Я сейчас попытался заниматься евритом, подиночку получить, я понимаю, что нужно быть вот таким, чтобы нормально изучать язык. Всему свое время. А так еще и польский, значит, знали? Ну, польский, я, опять-таки, благодаря родителям, благодаря тому, что дома все время они слушали польский адю. А уже в школе еще белорусскую мову стали учить? В школе белорусскую мову. Тоже благодаря учительнице, которая бедная, я не помню, Полина, сейчас не помню ее отчество даже. Она была очень мягким человеком, и у нее такой балаган был на уроках, ужасный. Вот. И где посадь душу, было ее жало. Я решил, что я немножечко буду учить. И она как-то стимулировала это еще не понимается. И тому я трохи могу разговариваться по-белорусски. Так само. Конечно, это касалось и нашей семьи. Первый, значит, в 50-е, 55-56-й год, когда в Польше к власти пришел вот такой Гамурко, секретарь ЦК польской компартии. Он попросил в то время у Кущева, по-моему, или даже раньше, не очень. Кущева, Малинкова. Чтобы дать возможность бывшим польским гражданам, кто хочет, вернуться в Польшу. Вернуться в Польшу. Для евреев это был пересадочный путь. Евреи в Польше не стремились, помня тот антисимфизм, который там был. Но, приехав в Польшу, они, что называется, делали ноги дальше, прожив там по полгода, по году, то сколько, они уезжали в Израиль. А потом... А много-много выехали? Да, довольно большой, довольно много ехало. Некоторые уезжающие ехали из Вильнюса, ехали даже из Грузии. Я помню, двоих грузинских евреев, которые искали, где бы остановиться на ночь, переночевать, перед выездом. Им сказали, что если хотите, евреи тут живут, идите к евреям, они вас... я в первый раз увидел, что такое талис, талит, одеяние еврейское, когда эти два друзина вечером вытащили свои, значит, талиты, обмотали руки вот эти коже, и молились. Но они молились по-своему, на свой манер, потому что мама посмотрела и говорит, что они немножко не так, как наши, как молились. А как вы думаете, почему тогда была такая волна? Почему выражали? Ну, во-первых, экономическое. Во-вторых, антисемитизм, особенно в сталинское время, процветал. Процветал просто. На бытовом уровне и на государстве. Вот это дело врачей, все это подталкивало людей к отъезду. И кроме того, появилась мысль о том, что ты же еврей, у тебя есть своя страна. Там, где ты не чужой, а ты свой. И люди стали ехать. Люди поехали. Потом, уже в те годы, когда я учился в консерватории, это 70-е годы, тоже было массовое выезд евреев. Я, когда поступил в Минск, я шел по улицам, и на каждом углу, на центре города я слышал еврейскую вещь, идешь. Ну, и с погодом шли и разговаривали, идешь. Когда я приехал на сессию, через полгода, все изменилось, все вымерло, люди уехали. В течение года, наверное, полминской евреи помешали. Как вы оцениваете сейчас трести отношения к евреям? Есть у нас сейчас какое-то это сессия? Есть. На бытовом уровне не хватает. На бытовом уровне не хочу. Ну, например, вот я перехожу через зону самоскольскую. Мне на руку падут руки. Я даже не понял, кто там. И прямо по переходу. держит мне плохо. Я пытаюсь высвободиться, но я не выпускаю. Оборачиваюсь как будто... Ну, конечно, с этим самым состоянием, с поддатом. Вот. Ну что, вас еще не всех вырезали. Вы еще тут сидите, вот так он там там. Ну, связывался с пьяными, это бесполезное дело. Я высвободился, и он пошел куда-то через московскую свою подвесну. Это раз. Днями, вот буквально вчера-позавчера я захожу в магазин, ну, купить там сочек лобосы. И заходит мужик, вот такой амбал, его плечи, и, значит, смотрит на меня очень внимательно, потом поворачивается к продавцу и показывает ей, девочка, отрежь мне вот этот кусок сала. Я же не еврей, я к норовчику везть не буду. Вот такие, понимаете, вот это бытовые, такие, ну, дал бы ему в рожню, если бы смог. Ну, что, нормальный человек, не нормальный человек, что с таким ими делать. Что вы сейчас можете сказать про еврейскую общину, про синодологию? Вы встречаетесь с кем-то? Я хожу почти каждую, не каждую, но почти каждую субботу, я бы говорю, синодологию. Не потому, что я верующий, а потому, что просто я поддерживаю традиции. Это вы уже сами для себя Это сам для себя, да. Я хожу на курсы еврейской. По большим праздникам приходят на праздничества, где-то человек 90-100, 100 человек приходят на праздничества общего. есть люди, которые не в состоянии пить, они уже не ходят. Сейчас в последнее время в жопу стала появляться какая-то молодежь, но эта молодежь, как бы вам сказать, она немножко другая, чем та, которая выехала. Они уже немножечко более свободные, более независимые. они приспособились к жизни в стране. То есть они ходят туда не для того, чтобы научиться уехать, а не для того? Да, приходят. Но есть такие, которые хотят уехать. Но все-таки в основном они живут тут. И поэтому даже Равен говорил, я не заинтересован, чтобы молодежь уезжала туда. Я хочу, чтобы еврейская жизнь была здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова